так ну что всем привет дорогие друзья а сегодня мы с вами начинаем очередной битву за кольцо сегодня же мы с вами будем играть за гондор эта модификация в эйджу в ринг и и ребят я так думаю что это у нас последняя битва за кольцо и вообще последний смотр именно в этой модификации в эйджу в ринг и больше мы в битву за кольцо возвращаться не будем ребят это последняя битва поиграем сегодня за гондор и с нами союзе будет лот лориен как я обещал ребят мы с вами будем противостоять изнгарду и мордору а ну конечно плюс чем блистый у нас будут три фракции против двух попробуем сегодня посмотрим что за и что из этого получится какая у нас будет бит и давайте смотреть гондор лот лориен поехали ребят битва за кольцо последняя последний ребят в этой модификации и больше мы к ней с вами возвращаться не будем ну что ну что давайте смотреть у нас здесь есть конечно же арагорн далее бире тор боромир и фармер естественно естественно куда же без них не знаю что из этого получится но надеюсь что мы с вами сможем противостоять этим силам зла а ну что конечно же конечно же умлистый гор я думаю кто смотрел предыдущую битву здесь у нас есть смолк точнее у врага у врага и смолк это очень опасный враг самый опасный из героев поэтому с ним лучше не шутить это но это будет очень сложно если по если я попаду с ним в одной битве это будет вообще полная жесть нужны будут лучники ну давайте смотреть давайте пробовать не знаю что что из этого получится надеюсь что все будет хорошо и да ребят после этой битвы битва за кольцо будет небольшой подкаст связано это связано это с моим железом с моим железом на компе я скажу пару слов там не очень хороший ребят у нас новости не очень хорошие вести но я об этом все расскажу подкасте об этом все бы сказано поэтому ребят ждите ближайшее время он появится что давайте приступим потихонечку будем начинать с арагорным я отправлю давайте обычных мечников пожалуй далее кавалерия дам фармеру и лучников давайте пожалуй дим отдадим бары миру почему бы и нет ну что поехали поехали сейчас будем захватывать значит нас урок он такое поселение которое нужно будет держать нужно будет держать его постоянно поэтому мы здесь с вами останавливаемся и строим здесь базу уже будем отталкиваться именно отсюда ну что поехали поехали будем захватывать я думаю первой на очереди у нас будет эзенгард нужно как-то его прессовать чтобы он сильно не разжирался поэтому давайте давайте пробовать у нас арагорн придет сейчас сюда и вместе наверное наверное давайте с фармером пусть не идут туда в те края в те земли мы с вами пока давайте боромер еще отправим вот сюда как-нибудь животом противостоял а мордору я думаю делаем так и перри тор пойдет тоже биться с фракциям листы горы и эзенгард все ребят конец фазы конец фазы пока захватываем потихонечку территории и начинаем начинаем строительство что у нас есть по героям конечно же есть пиппин давайте его призовем почему бы и нет сразу же строим казармы и здесь давайте блин тысячу золотых это дело стоит довольно таки много давайте еще казармы здесь давайте я построю фермочку захватим мина стилит обязательно так ну и здесь мы сами сейчас мне кажется такие пацаны сейчас пойдут сюда темнолесие это будет не очень хорошо да ладно погнали погнали дальше фармер нас идет сюда вместе с раунд дуэлом будут делать и будет делать делать какие-нибудь дела не очень хорошие так ну вроде как все вроде как все конец фазы ребят идем потихонечку продвигаемся так нас намечается битва с лурсом я думаю можно вступить в битву чтобы под накопить немножечко войск давайте сохранюсь да это конечно битва будет потяжелее чем предыдущие там я бился 2 на 2 здесь 2 на 3 это конечно же будет немножечко потяжелее ну что до горлот поехали да лучше нас бьется он не отступает и будет идти до конца я так понимаю окей давай пробовать давай смотреть конечно первым делом мне кажется нужно пробовать как-то зажимать изнгард конечно другие фракции будут развиваться потихоньку но нужно пробовать как-то сейчас прессовать нужно прессовать изнгард чтобы он не смог идти дальше я постараюсь я попробую что-нибудь сделать возможно что-нибудь и получится ну давайте смотреть давайте смотреть у нас сейчас будет кавалерия вместе с фармером довольно неплохая такая комбинашка фармер у нас мы защитим нашу землю будет сейчас на коне давай я буду биться как подавает рыцарю гондора ну что строимся крепость строить конечно же не буду не доела не надо и в принципе можно выходить в кавалерию у нас фармер довольно таки неплохо вообще такой универсальный герой и опять же и довольно таки хорошим довольно таки может биться в ближнем бою в дальнем бою и может идти конечно с кавалерии это очень даже круто так ну что что мы здесь с вами возьмем так силочку или хилочку и башню можно по сути до взять по идее так ну я наверное возьму давайте не давайте возьмем хилочку тогда и возьмем вот это дело наверное перезыв чуваков возьмем их вот так тогда сделаем для начала погнали а вот на стран был где у нас строится флордс я не знаю где то вот в этих землях в этих поселениях ну погнали потихонечку прокачиваемся тогда потихонечку помаленечку прокачиваемся с вами так что подготовлен готовлю сейчас будут готова у нас конюшня и я хочу сразу ее прокачать я хочу сразу прокачать эти мы сами занимаемся трендл здесь потихонечку выносит гоблинов потихонечку прокачивается так сами это дело улучшаем чего мы стоим так ну и давай выносить давай выносить я думаю проблем с лурцом не будет потихонечку да вынесем так у нас фармер получает второй левел замечательно замечательно а конюшни готовы и сейчас я думаю можно призвать парочку уже парочку кавалерии и наши союзники уже пошли в атаку погнали вот у нас здесь строится лурц где-то здесь он собирается и войска вот и появились скауты мы сами идем на помощь потихонечку продвигаемся так у нас страну его пока особо никуда не спешит пойдем потихонечку пойдем-пойдем немножечко врагов попробуем вынести так ну что я не вижу там лурц там походу а это еще ящер находится у нас тут еще и ящер да так ладно 10 лучшим сейчас справиться со скаутами проблем у них не должно быть так вот и лурц ой смотри как он использовал ярость немножко ступить сейчас биться нет смысла с ним биться смысла нету сейчас когда он под яростью а вообще давай-ка я немножко все-таки отойду потому что но потому что опасно особо сейчас смысла лезть нету так вот сейчас у нас вышла кавалерия уже можно пробовать что-то делать уже пытаться как-то продавливать врагов много кавалерия строить не буду потому что потому что будет просто минус на карте средиземья это этого мне не очень хочется давайте я построю сейчас кузнецу мы отвою им эти земли курс тоже здесь вот это зря чего что прибежал сюда так вот как тебе такой вариант нажимаем его просто зажимаем без проблем готов лорд завалили его прекрасно прекрасно тут нас ящер живет он там скаутов прекрасно себя чувствует здесь наши гоблины давайте схватим это дело так ну ладно тут что у нас потихонечку строимся до я думаю еще парочку кавалерии может призвать сделаю все что смогу нас ресурсов уже не так много осталось нужно еще улучшить нашу кавалерию так ну что скаут у нас там их ящики с поджарил да я черту нет я ящики завалили эти скауты завалили ящера так ну давай кавалерия разнеси твой и коп там скаутов идет вот это конечно неприятненько отходим назад отходим немножечко назад так вот сейчас можно пробовать ребят можно пробовать уже помочь нашим союзникам не сразу смотри-ка скаут умира довольно-таки живучие довольно-таки живучие эти парни блин так просто и вынести на самом-то деле кавалерия их сносит но не убивает и не ваншоке так сказать и смотри-ка просто штампует кучу скаутов этих неприятно конечно так ладно сосим плейбильню и сейчас мы с вами немножко отступим назад тихо 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 сраный скаут а так что кузница готова давать ее улучшим так еще один ряд кавалерия думаю можно будет призвать почему бы и нет давай куда-нибудь куда вы поставить так давай сюда давай сюда и рабочий и будешь и здесь то и здесь на золото лежит никому не нужно что ли очень много золотишка здесь ли валяется замечательно часто ли кавалерия нас будет 2 левела и кузница у меня уже улучшилась давайте улучшать мечи и щиты конечно же это дело нужно прокачивать ну ребят на сегодня чисто кавалерия смотрите катаранду и пошел в атаку принципе уже проблем нет у нас в принципе все хорошо сегодня мы покажем свой рыцарь скаут это здесь а вот и опять здесь для значит пути давай выносить тяжелая броня давайте улучшим наших садников сегодня мы покажем свою добрость блин эти тучи мыши дают дебафф неприятные конечно существа да здесь куча скаутов просто так ладно окей так ничего страшного нормально держимся должны их разваливать давай 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 работаем кавалерия но нормально у меня уже здесь не улучшены все поэтому без проблем без проблем их вынесли и нужно идти дальше нужно идти дальше нужно их выносить призываем лучников на помощь очень как говорю топорщиков конечно топорщики или неплохие парни пусть они тут немножко немножко сделают грязи для нас помогут нам так ну что кавалерия кавалерия нужно идти в атаку потихонечку что смогу нельзя долго стоять он стоит рабочий нужно вынести как можно скорее сейчас мы им займемся вот так вот замечательно уничтожьте это отвратительное место так топорщики красавчики на самом-то деле неплохо так разваливают хорошо хорошо идем ребятушки так ну что здесь у нас есть башня давай-ка и вынесем куча рабочих посмотрите рубят деревья нормально себя им тут чувствует так ну ладно мы тут потихонечку выносим башня очень быстро сейчас развалится 2-3 со здоровья у форланга предводитель топорщиков так по-моему это нет где-то еще и значит рабочие нужно ее только найти так топорщики пропали ладно фаза на кавалерия в принципе ничего страшного и фармер у нас получает уже третий левел замечательно просто прекрасно так и что у нас появляется лидерство ребят появляется лидерство 33 процента урона 33 стрик защите и двое быстрее набирают опыт наши с улицами войска которые находятся рядышком очень полезная способность у фармера очень нужная способность но опять же за светлую сторону как-то мне играть проще как-то легче чем за темную не знаю почему-то мне за них всегда проще играть возможно связано из того что есть хилочка и довольно таки она быстро откатывается возможно дело и в этом я даже не знаю ребят не могу сказать точно враг уступает правильно враг уступает тут уже смысла нету где-то рабочий остался я не знаю где он бегает но враг уступил враг уступил все хорошо готово готово фух особо проблем не было особо проблем не было с ними разобрались замечательно подкрепили немножечко войск лучше ли их что самое главное и есть небольшой минус на карте средиземья но ничего страшного ничего страшного в этом нету да посмотрите вот эти чуваки все пошли сюда в итоге да окей так здесь у нас кавалерия давайте-ка я одну кавалерию оставлю здесь остальных я сейчас заберу вместе с фармером это будет довольно таки сильная такая комбинация в начале игры очень-очень сильная так давай сюда здесь что у нас по-моему пиппин не призвался нифига посмотрите некоторые войска все-таки недоступны да нам некоторые недоступны я не могу их призвать хотя иконки есть но есть цена но они здесь не показываются вот в чем еще заключается небольшая такая проблемочка так ладненько что у нас здесь что у нас здесь давай пойдем сюда здесь значит так вот эти пасы сейчас могут все пойти на рагорна это будет очень печально ну ладно рагон пусть пока стоит пусть пока стоит на месте здесь мы с вами двигаемся дальше и в принципе в принципе я думаю конец фазы так здесь у нас халдер сдает позиции не смог он здесь отбиться противостоять глашатую саурона это как-то печальненько немножечко так ну ладненько давайте дальше призывать наши войска так давайте лучников не давайте хотя давай давай лучников окей почему бы нет так здесь враги смотри-ка не пошли в атак они пошли по низу они пошли все по низу ага 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 интересно интересно девки пляшут так ну давай отойдем немножко назад там у нас дорогие уже наступают потихонечку так хотя вообще нужно отступить вот сюда потому что потому что нам нужно защищать защищайте арахан любой ценой так ну и здесь смотрите-ка зажимаем мы с вами блин тут кэша сарман немножко прошел вперед это печальненько сарман немножко прошел это не очень хорошо для нас так у меня нет ресурсов ладно продолжаем с вами продолжаем с вами идти в бой идти в атаку так я думаю еще один ответ сейчас оставлю здесь на всякий случай для элронда для помощи он опять смотри-ка призвал свою дочурку идет вместе с арван вот видимо как-то сам решает как-то сам комбинирует ну арван с элрондом должна ходить это правильно так и должно быть так что я думаю мы с вами да идем туда и конец фазы хотя мне кажется транзил здесь должен справиться должен справиться я сейчас пойду туда вот сюда пойду на эрибор вместе с элрондом попробуем там что-нибудь сделать так ну а здесь у нас по-моему все конец фазы да конец фазы ага 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 вот эти чуваки пришли сюда смотри тут еще и азок плюс король гоблинов я не хочу с ними биться поэтому я отступлю немножко так ну и здесь здесь блин тоже биться с арманом такая вся затея блин я думал пойдет дальше я думал пойдет дальше оказалось что получилось все иначе у нас здесь блин да это печально получилось так ну что здесь у нас сейчас ребят будет битва тут нужно вступать в бой ребор поехали лурц снова у нас здесь снова у нас лурц получается таранду и у нас справа захватывает железные холмы без проблем и сейчас нужно нужно захватывать нужно разваливать их вообще конечно нужно было биться в чернолесе потому что если мы сейчас если бы мы там одержали победу все бы эти герои просто сдохли что-то немножко затупило ребят ну ладно идем дальше идем вперед в любом случае нужно было сохраниться я опять забыл про сохранение так ну ладно ладно ничего страшного так ну что у нас с вами есть 37 очков 37 очков сделаем сейчас вот так перезовем на Дене Тора и ага у нас смотрите-ка еще остались очки даже на Деодена замечательно а подожди блин что за фигня вот так все немножко не на ту кнопочку я нажал так ну давай строиться так я их призвал по-моему да смирика а это те самые лучники забагованные которых невозможно убить которые просто лютые парни так ладно в любом случае садимся на коня у нас с вами сильная кавалерия и будем сейчас мы с вами штамповать работаем по старой по старой схеме строй покажем чего мы стоим так погнали в атаку вот нас тут арвен и по-моему элоренда опять не видно ааа он тут у нас забагованный честь и слава его здесь не видно а смотри-ка рабочие идут сюда скачите да ладно сравнять все с землей рабочие это конечно затупили люто так тихо 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 не 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 это не наши враги лучше их даже не трогать это копейщики лучше на них лучше их просто пропустить так вот и рабочий так вот и рабочий прибежал и начал здесь строиться это их большая ошибка так ну что я строю значит кузницу сразу же захватываем заставу собственно пригодятся так ну что здесь должен отбиться траундуил без проблем тут у нас только копейщики но они все-таки наверно успеют да они успевают снести маларн в любом случае все таки успели довольно таки живучая не посмотри-ка не так просто их вынести алиса захватили погнали дальше погнали дальше мы мы выезжаем вперед не будем строить 350 это улучшение не так много будем улучшать я сделаю все что смогу так ну что где там строятся наши враги погнали посмотрим где вообще лурс здесь у нас обитает нужно его тоже найти вперед я вижу только арвы на миникарте элорд у нас здесь забагованный а что подойдут что у нас закрыли что ли они все это делали ворота закрыли я так понимаю да не смог я там пробежать ну да посмотрим да ворота закрыли вот падла ладно тогда побежали сюда так арван это ты зря это ты зря конечно сейчас арван просто сдохнет чё за говно чё за подстава да арван да конечно хорош я хотел ее подхилить но не получилось немножечко так элорд еще по-моему здесь да что-то пытается завалить пытается завалить этого самого дракошу я не знаю где он тут находится но давайте я его подхилю чтобы он не сдох вот он вот он здесь не хочу чтобы он умер должен сейчас вынести он этого ящера да он с ней разобрался без проблем твою мать что это было ящер просто всех раскидал всю мою кавалерию падла так стоям рабочий иди сюда давай 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 готов замечательно так что я думаю парочку можно призывать парочку кавалерия не помешает нам захватываем заставу так и у нас тут лурс прибежал смотри-ка здесь он прибежал лурс ну здесь сейчас с ним разберутся мы с вами идем дальше мы с вами идем дальше не медлим и просто идем вперед просто идем вперед золотишко моё не трогать золото ну ладно погнали сейчас просто значит смотрите враг затупил он просто отправляет рабочих строится не чтобы ему строить здесь он отправляет рабочих просто вот сюда строится посмотрите он опять еще один рабочий бежит конечно просто люто тупит наш враг так ладно пойдем нам нужно сейчас нести крепость вот она вот она здесь тут еще есть яму уроков казарму уроков называйте как хотите в общем вы поняли да так ну давай давай нужно это дело понесить как все таки быстро становятся здесь постройки это ребят 2.02 версия очень быстро все это дело выносится так у нас получается фармер получает уже четвертый левел шикарно так ну и сносим крепость ребят сносим крепость основная будем сейчас ее сами выносить так призываем еще тогда лучников если вы это рабочие они его просто напросто вынесли так во посмотрите они с ним разбираются и просто выносит его сразу не давая пройти дальше да посмотрите стражники сразу тоже улучшаются когда мы с вами берем улучшение это щиты ой щиты говорю это дополнительная броня и дополнительный урон остальные мечи и готовится к схватке так ну да сейчас ребят мы с вами выигрываем без проблем сейчас выносим крепость и все без проблем грязные чудовище легчайшая битва просто легчайшая ух хорошо хорошо так и что у нас здесь отдаем отдаем я думаю земли нашим союзникам да пусть они забирают это дело конец фазы так здесь кстати ребят герой у нас сдох герой сдох и ему выступать было некуда все получилось довольно таки неплохо конец фазы так ну и по ресурсам по ресурсу у меня тоже не очень так кстати пиппин появился да вот он ребят пиппин наконец таки все таки он вышел здесь у нас хорошо так ну и здесь сейчас враги уже пойдут в атаку нам нужны лучники там король чередей нужны нужны лучники нам здесь так давай тогда я сейчас отправлю один ряд лучников сюда для обороны и давай еще сделаем вот так тогда на всякий случай потому что там король чередей это довольно таки опасно давайте сохранимся сохраняемся здесь у нас сохранение происходит очень быстро на карте средиземья в самой игре это было бы намного дольше конечно так ну что здесь мы с вами захватили все довольно таки неплохо у нас получилось но тут у нас очень много врагов по прежнему поэтому давай погнали сюда забираем один отряд кавалерии один оставляем на всякий случай у транвилла там огромная просто армия накопилась уже так ну и в принципе в принципе здесь у нас что давай пойдем сюда в принципе в принципе не так много осталось земель у лурца у лурца говорю у изенгарда там конечно мордор у нас разжирается очень жестко и это неприятно так здесь у нас смотри-ка что у нас здесь значит давай-ка знаешь как сделаем вот этих пацанов я отправлю сюда там у нас есть крепость нам нужно ее защищать мечников я отправлю сюда а Рагор двинется сейчас у нас в Кайрандрас так ну как-то вот так сейчас нужно разбираться с изенгардом иначе все будет не очень хорошо у нас с вами так ну что здесь я готов в принципе надеюсь что я готов отбиться от короля черодея он конечно лютый парень просто лютейший чувачок ну давайте пробовать давайте смотреть конец фазы так да здесь у нас посмотри-ка здесь у нас неприятная ситуация такая образовалась и кто у нас здесь а тут у нас смотри-ка тут шарку еще и король гоблинов хм хм да горлот да горлот ну мне кажется с ними не справлюсь у меня конечно есть улучшенная конница но я все-таки отступлю это довольно таки опасненько так здесь у нас короче Роди накопил свою армию и пошел в атаку так здесь у нас Лурц Лурц тоже идет в атаку нужно отбиваться погнали реальное время Лориен Лурц конечно неприятный неприятный он в каждой битве у нас сейчас участвует пытается захватить земли нужно с ним биться нужно что-то делать иначе будет вообще полная жесть давайте пробовать давайте смотреть сила и доблесть мы отвоюем эти земли сейчас будем так есть 28 очков давайте я сделаю вот так и призыву наверное башню призвать или взять топорщиков донатора кстати тоже давайте возьмем донатора пусть он у нас будет и восстановление у нас еще доступно тогда берем тогда берем берем это дело и здесь что у нас так стоит ли строить крепость подожди где у нас крепость кстати где у нас тут крепость это не то что-то крепость не вижу куда она подевалась что за фигня что за фигня у нас происходит ладно крепость куда-то пропала ну ладно будем пользоваться кавалерией в принципе я придерживаюсь такой же тактики довольно неплохо мне заходят можно еще будут их улучшить тогда вообще будет все шикарно рыцари немедлите ну рабочие у нас строятся здесь прямо на базе это хорошо они никуда не идут куда-то туда строятся ни ни сюда поэтому все хорошо у нас я думаю с лурсом разберемся у нас с тобой проблем не будет сейчас захватим заставу чтобы было больше ресурсов у нас с вами так конюшни есть улучшаем это дело давайте построим башенку наверное вот сюда куда-нибудь захватываем заставу у нас кстати кавалерия второго левела она у нас улучшена и пробить ее будет не так то просто так не ну нормально нормально мы справимся у нас конечно нету героев но у нас зато преимущество в виде крепости и есть войска так захватили прекрасно немедлите мы отвоюем эти земли вперед гоблины гоблины здравствуйте еще голову носятся скачите скачите вперед камни на камне не оставим так рабочий так рабочий давай прячься одного только оставим пусть он тут работает у нас потихоньку так ну здесь строить уже фермы смысла нету очень мало ресурсов нам дают за это дело давайте строить кузницу тогда давайте строить кузницу сила и доблесть так враги уже потихонечку пошли и напали они на ферму сразу же это неприятно так ну здесь лучники помогают мне красавчики это сделаем вот так поможем им так здесь уже пошли скауты сраные так захватываем заставы хотя давайте сломаем ее здесь постоянно будут они захватывать это дело лучше просто сломать чтобы не было чтобы ресурсы не шли нашим врагам так и сделаем тогда строятся статуи ребят статуи героя это очень хорошо союзник правильно делает красивое делает войска будут стоить намного дешевле это мне нравится так скаут а тут что лурс у нас ну-ка лурс иди-ка сюда сладенький иди-ка сюда скачите вперед за гондор хана тебе чувак вот так вот выносим просто выносим скачите в сериале постройки опять они нападают не-не-не пацаны скауты так лурс у нас сдох прекрасно лурс подох скачите вперед улучшаем нашу кузню мы готовы к сражению мы потеряли постройку ресурсов очень мало рыцари минус так снизу еще захватили ладно вот ублюдки ладно ничего страшного мы отвоюем заходим с юга мы отвоюем эти земли держаться вместе это вражеский лагерь разрушьте все эти земли под защитой рыцарей гондора воины гондора новые мечи выкованы и готовятся к схватке рыцари минус гирида сила и доблесть так 300 золотых стоит улучшение мечей давай улучшим тогда это дело так ну и здесь потихонечку заходим потихонечку залетаем строят крепость уже посмотрите у врагов сейчас у них не должно быть ресурсов потому что крепость очень много стоит очень дорого стоит пока они все это дело строят мы сами тут их выносим нормальненько скоро будет беритор и все будет вообще шикарно так кавалерия давайте работаем 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 сносим врагов по-быстрому хорош так сносим дальше не без проблем просто без проблем мы разобрались с изенгардом уничтожим мы победим директор давай выходим атакуем с твоей левой рукой используете меня как защиту против Мордора и с твоей правильной силой обвините диван атакуем сколько у него здоровья но крепость но крепость устроить не выгодно когда есть когда точнее нету героев строить крепость совсем не выгодно это тем более такая версия 202 где постройки такие картоны которые очень быстро разваливаются и крепость очень быстро сейчас сейчас пойдет смотрите мне уже почти ничего не осталось да это ребята версия 202 все готово нет проблем замечательно лурц готов лурца мы с вами наказали неприятный конечно неприятный лурц но в ближнем бою он довольно таки слабоват так конечно если он без берсерка слабовато так он довольно таки силён сам по себе так ну что ребят минастирит минастирит мы с вами посмотрим уже на эту битву в следующий раз ребят если вам нравится битва за кольцо ставьте большие пальцы вверх подписывайтесь на канал всем спасибо за внимание мы с вами услышимся в следующий раз начнем с хельмовой пади все ребятушки всем пока услышимся в следующий раз пока пока